Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 мая, и сегодня в утреннем обзоре я так мельком сказала, что вчера делали обработку яблони от насекомых-вредителей. Сейчас я хочу подробнее рассказать, как я делала обработку, почему я так делаю обработку. Ну и короче, для тех начинающих, кто ни разу еще не делала обработку, я сразу скажу, что нужно было делать обработку еще заранее один раз, потому что однократной обработки, которую я сейчас сделала, это мало. Я потом через 2 недели еще раз опрыскаю, и это все, наверное. Иногда я даже пропускаю и такие подобные обработки. Но вот сегодня, ой, вчера, в этом году, то есть я решила срочно обработать яблоню, потому что у нас как форс-мажорное обстоятельство, вот из-за этой аномальной жары уже в мае появились, видите, вот это вот на яблоне, появилась и паутина с гусеницами, и тля. И посмотрев на яблоню, я увидела ужасную ситуацию, что на яблоню вот прям буквально атакуют со всех сторон все насекомые-вредители. Сейчас я покажу вам тех как раз гусениц, из-за которых я срочно начала опрыскивание. Сейчас пока я иду к тем гусеницам, сразу покажу, вот для начинающих, кто не знает, вот смотрите, я у себя увидела и признаки присутствия тли, тлейли, тли как правильно, потому что, смотрите, закрученные листья вот эти вот, это уже значит, что здесь высасывают соки тли, веселые муравьи-трудоколики, они не спят, раз тепло, они очень давно проснулись, сейчас нужно весь период, ой, периметр, весь огорода буду всякими прибанками накладывать им в чашечки, тоже потом расскажу об этом. Но вот эти вот листья, даже если вы не видите муравьев, даже если вы не видите самуётлю, вот такой лист, это явный признак, что там с тыльной стороны присосалась тля, и высасывая вот эти соки из яблони, она, конечно, наносит колоссальный вред, нужно срочно делать обработку. И тут вот как раз тут же, где тля, тут вот этот вот, как я говорю, что нашла три места, где вот такие сгустки чего-то, каких-то гусениц обмотанных в паутине, я даже не знаю, кто это, и разбираться не буду, просто обработала всё и всё. А вот тот самый сгусток гусениц, который повёрк меня в шок, смотрите, лист весь укутан вот какой-то паутиной, и внутри паутины целое семейство маленьких гусениц, они шевелились, кишели там, веселились, увидев их, мне аж стало дурно, я говорю, и смотрите, и листья потом превращаются вот в такое вот, в кружевную сеточку, от листа не остаётся ничего. Сейчас я отщипну вот этот лист с гусеницами, и мы их рассмотрим. Вчера, когда они были живые, шевелились, я даже побоялась их отщипнуть, сейчас стою, у меня прям это все волосы дыбом стали, мурашки по телу, неприятное зрелище вот эти гусеницы, а представьте, вчера они были живые, и они шевелились всё вот это вот, шевелились, они вот грызли этот лист, и как если бы я вчера их не отравила, видели, что становится с листом, сеточка, просто буквально сеточка. Всё, теперь про обработку. Ещё хочу уточнить, что гусеницы умерли сразу, в тот же день, буквально через 2 часа после обработки. Сразу перед тем, как начнут про это средство рассказывать, хочу предупредить всех, кто захочет написать, что ой, это реклама опять. Это не реклама, потому что такое дешёвое средство никто не рекламирует. Во-первых, это самая вот низшая категория ценовая, самый низ. Никакой рекламы ни разу про неё я не видела, потому что рекламируют обычно дорогие. Это во-первых, а во-вторых, не рекламировать средства по обработке нет смысла, потому что у меня нет своего интернет-магазина. Я просто рассказываю то, чем я пользуюсь. Ещё раз повторюсь, вот это средство, оно очень-очень такое как бы... Вот видите, написано, качество проверенное времени. Оно очень старинное, но оно немножко усовершенствованное, сейчас покажу. Раньше, может быть, помните, было вот такое. Оно стоило вообще 4 рубля. Интовир. И колорадский, и вот и всё. Теперь оно немножко по-другому. Инто-ЦМ я покупаю, вот более новое. Оно от огромного количества вредителей. Вот я покупала в прошлом году. Нынче из-за карантина я не ездила в садовый магазин, не приобретала весной. Но дело в том, что то ли 15 рублей, то ли 18 рублей. И вот за эти 18 рублей я уничтожила, обработала яблоню полностью, обработала всю свою картошку. И как вы видели, что эффект, он очень быстрый, и мы сразу видим. Про картошку я уже показывала утром, что колорадские жуки кверх лапами все валяются. Гусеницы, которые кишели, все валяются. И что мне ещё... Ой, птицы громче меня. Что мне ещё нравится, очень просто применение. Если вы купите, вы увидите, что здесь написано. Одну таблетку на 10 литров воды. То есть я таблетку раздалбливаю. Во время обработки я не показывала, потому что это было 6 утра, мне было не до видеосъёмок. Одну таблетку раздалбливаю на 10 литров воды, добавляю немножко зелёного мыла в качестве прилипателя. И начинаю обработку полностью, всю по листу, по зелёной завязи. И ещё мне нравится это средство тем, что оно универсальное. Смотрите, можно обработать и огурец, и томат в защищённом грунте. Можно и картофель, и яблоня, и груша, и слива, и вишня, и смородина. То есть, если мы наводим ведро вот этого рабочего раствора, можно идти и обрабатывать весь участок. И вот что я и сделала. Мне нравится, что не нужно для картошки отдельно, для яблони отдельно. Я начала вот с этих гусениц и с тлей. Кстати, всё здесь вписано. Тут и картофельная моль, и колорадский жук, и картофельная коровка, и яблоневый цветоед, и долгоносик, и плодожорки, и тли. И даже белокрылки. Но для белокрылки нужно в два раза больше концентрацию. А я делала именно вот общую. Одна таблетка на ведро воды. И как вы видите, вот эти гусеницы сдохли сразу. Колорадские жуки сдохли сразу. Так что для того, чтобы обработать, уничтожить вот этих насекомых-вредителей, не обязательно покупать какое-то дорогое, какое-то супер-современное средство, которое сейчас рекламируют. Купите это, купите это. Вот этот вот интовир стоильный, инто-ЦМ, он подойдет для обработки всего в вашем огороде. И еще хочу заметить, если кто-то возразит, что химией они не пользуются, только натуральными. Ну знаете, вот обрабатывать яблоню, если какими-то натуральными народными средствами, это нереально. Во-первых, если у вас, например, у нас, как раньше было, 5 яблонь, 4 груши, 6 вишен, их замучаешься обработать натуральными средствами. А во-вторых, до снятия урожая почти полгода. Вот яблоки будут еще тут 5 месяцев висеть, и за это время все дождями смоется на 100 рядов. Если кто-то боится, ничего здесь абсолютно не останется. Вот это действительно препарат проверенной времени, я говорю это просто в качестве совета, чтобы новеньким, как сказать, огородникам помочь, убедить их в том, что не обязательно тратить много времени, чтобы сделать эффективную обработку. Вот, пожалуйста, и дешевое, и эффективное средство, и очень легко все обрабатывается. Я прям взяла большого жука, вот с такой стелескопической, вот этой-то как, все-все-все обработала, все, и стволики, и листики, и вот эти зеленые яблочки. Через на полмесяца, 12-15 дней этой обработки хватает. Если у вас огромное количество насекомых-вредителей, потом придется, конечно, повторить, мне, наверное, придется это делать, но я буду смотреть по состоянию листьев. Если листья вот эти молодые будут продолжать крутиться, вот видите, вообще все закрутилось, все закрутилось прямо в это, в мочалки, в такие, в какие-то клубочки. Если новые отрастающие листья будут крутиться, вот видите, это явная присутствие насекомых-вредителей. Я повторю еще раз, все, до свидания. Простая обработка, дешевое средство, все доступно. Если нет большого жука, можно ручным опрыскивателем постепенно-постепенно, как всегда делать, или только утром, или вечером, в сухую безветренную погоду. Если после обработки прошел дождик, прям быстро, но сразу же после обработки, значит, на следующий день нужно повторить все. Желаю всем избавиться от насекомых-вредителей. В этом году у нас что-то невообразимое. Очень ранняя весна, все напало, еще не успели вырасти растения, уже куча насекомых.